Защитная маска, оружие и шары с краской. Сотрудники 12 новоуренгойских предприятий отпраздновали День молодежи на пейнтбольном поле. Встречу команд организовал молодежно-ресурсный центр. В течение дня профессионалы и любители сражались за победу. Свидетелями некровопролитных боев стала наша съемочная группа. Адреналин, азарт. Командная игра. Да как спорт, да. Можно привлечь к спорту его. Кто профессионально занимается, не знаю. Но мы не профессионалы, а любители. А вообще вы как-то готовились к этой игре? Нужно готовиться? Или вот так спонтанно? Честно сказать, спонтанно. Мы год назад играли на День Еврахима. У нас внутри компании организовывают такие мероприятия. Вот это последний раз. А так вот рисуем, чертим на ходу, придумываем тактику. Вообще здорово, круто. Попробуйте обязательно. Турнир по пейнтболу собрал 12 команд, которые разделены на две подгруппы. В течение всего дня участники выясняют, чья сборная выйдет в финал. Соревнования проходят по так называемой облегченной версии. На поле находятся судьи, которые подсказывают правила и следят за ходом игры. Дается сигнал сначала 30 секунд, потом 10 секунд, потом начало игры. Главное правило – это дотронуться стартового баннера противника, то есть захватить его базу. Игроки противника могут остаться живы, могут пораженные быть. Это не важно в принципе в игре. Но если все противники поражены, то все равно нужно дотронуться баннером. Главное – это захват базы. Незаметно всегда. Есть поражение, нету поражения. Подходим ближе, смотрим. Издалека, может, не увидели, есть поражение, нету. Подбегаем, проверяем. Один бой может длиться от 30 секунд до 6 минут. Все зависит от того, как быстро одна группа расстреляет другую. Поверженные поднимают руку и уходят с поля. Выжившие остаются добивать противника. Среди молодых людей есть и опытные пейнтболисты, и те, кто в первый раз взял оружие с краской в руки. Они не владеют тактическими приемами, но настроены решительно. На кону честь всей команды, поэтому поражение очень расстраивает участников. Играли до этого с одной командой. Играли три игры было, две мы выиграли. И вот сейчас у нас вторая игра с другой командой. Ну и пока как-то не получается. По количеству набранных очков в верхних строчках турнирной таблицы оказались Армейский союз Ямала и Сплав, сборное общество «Газпром под земремонт Турингой». Они и встретились в финале. Заветный кубок достался под земремонтовцам. Победил опыт. Ольга Полякова, Артур Цвелюх, служба новостей «Импульс».